Всем привет, друзья! И так как вы поддержали идею видео сравнения фикс прайса и алиэкспресс, сегодня выходит первое видео этого формата. Но мы сравним товары не только с алиэкспресс, также мы захватим с вами и икею. И посмотрим, как выглядят аналогичные товары в разных интернет-магазинах. Вот такие металлические декоративные лейки давно всем известны. Стоят они 199 рублей. Многие девушки их любят покупать для создания цветочных композиций. Точно таких же лейк на алиэкспресс я, к сожалению, не нашла, но в другом оформлении они есть. Стоят 78 рублей, самая дешевая, но при этом учтите, что доставка стоит свыше 200 рублей. И в итоге мы получаем целых 300. Наборы дорожных сумок косметичек за 199 рублей. Я считаю, что это очень удачное приобретение, так как за 200 рублей мы с вами получаем 4 сумочки. В то время, как на алиэкспресс можно купить подобную косметичку, но одну по ценам от 160 рублей до 300. Я такие косметички раньше заказывала на алиэкспресс. До сих пор, конечно, они мне служат верой и правдой, но все-таки купить наборы выгоднее в фикс прайсе. Честно говоря, я была удивлена, когда на алиэкспрессе я увидела средства для стирки, в том числе и персил. Если в фикс прайсе этот гель стоит 199 рублей, то на али он стоит 269 рублей за такой же объем и плюс доставка свыше 230 рублей. Я, честно говоря, в шоке от таких цен и не понимаю всю политику ценообразования этой интернет-площадки. Ну и практически та же самая ситуация обстоит с гелем для стирки. Тайт нашла аналогичный товар такого же объема в фикс прайсе 199 рублей, на алиэкспрессе площадка Тимол 404 рубля. Но, друзья, это вообще ни в какие рамки не лезет. Пластиковая вешалка для экономного размещения вешалок с одеждой стоит в фикс прайсе, насколько я помню, 55 рублей. Подобные вещи очень часто продаются и на алиэкспресс. Можно найти и по этой же цене, но только вешалка будет чуть потоньше, а также и цены идут выше. Наша с вами любимая подвесная корзинка за 77 рублей, которую мы с вами приспосабливали для разных нужд и для косметики, канцелярии и для кухонных принадлежностей. К сожалению, я не нашла точно такую же на алиэкспрессе, но что-то подобное. Это вот, например, подвесные корзинки за 371 рубль. Подобного плана нашла в Икее, правда числится как мусорное ведро, но тоже можно использовать в качестве такой корзинки. Стоит 199 рублей объемом 10 литров и эта вещь вполне годная. Соотношение цена-качество я считаю приемлемым. И еще один вариант подвесных корзинок. Цены 111 рублей и плюс доставка 512 до России. Также популярные складные столики за 199 рублей. Дешевле всего, конечно, покупать в Светофоре. Там они стоят 150 рублей. На Алиэкспресс нашла что-то подобное за 176 рублей и доставка 700 рублей. Также такого же плана столик стоит 1682 рубля. И один из дешевых это от 450 рублей до 500. Я также пребываю в шоке. Подвесной контейнер для мусора, изготовленный из пластика, стоит 77 рублей в фикс прайсе. Очень удобная вещь. В Икее я нашла набор из четырех подвесных контейнеров, причем разных объемов. Стоит он 600 рублей. В принципе, это для Икее неплохо. На Алиэкспрессе подобные контейнеры стоят 150 рублей, 294 рубля, а также 160 рублей. При этом я сортировала самые дешевые товары и выбирала бесплатную доставку. Подвесная пластиковая полочка, которая до сих пор продается в фикс прайсе и крепится к кафелю при помощи двухстороннего скотча. Подобный вариант я нашла на Алиэкспрессе. И учтите, что всегда на Алиэкспрессе нужно брать к самую крайнюю высокую цену. Она будет окончательной. И, например, подобного плана полочка будет стоить 382 рубля. Вот такая грифельная маленькая доска. В наборе также идет комплект мелков из шести штук и губка. Стоит в фикс прайсе 99 рублей, если я не ошибаюсь. Что-то подобное я нашла и в Икее. Это доска для записи размером 50 на 70 сантиметров. Без мелков стоит 250 рублей. В принципе, неплохо. И большая доска для рисования на Алиэкспресс размером 45 на 100 сантиметров стоит 282 рубля. В принципе, цена приемлемая. Металлическая мыльница-подставка. Точно такую же я нашла и на Алиэкспрессе, но стоит она в разы дороже от 140 рублей. Это самое дешевое, что я смогла найти. Наши любимые мини-боксы, мини-шкафчики для хранения мелочевки. Давайте возьмем самый крайний вариант, который появился в фикс прайсе. Это вот этот обновленный комодик. Стоит он 77 рублей. Самое подходящее, что я нашла на Алиэкспресс после долгих поисков, это комодик за 880 рублей минимум. Друзья, но это уже у меня просто слов нет. И большие пластиковые комоды, которые максимально в фикс прайсе стоят 199 рублей. Что-то подобное на Алике стоит 234 рубля. 325 рублей с доставкой свыше 200 рублей. Но слов у меня нету, поэтому предпочтение все-таки я отдаю фикс прайсу. И честно говоря, раньше на Алиэкспрессе товары стоили намного дороже. И при подготовке этого ролика я пересмотрела кучу товаров. Я сортировала по разным критериям, по цене, по возрастанию, по бесплатной доставке. И я уже считаю, что все-таки на Алиэкспресс покупать стало невыгодно, потому что на все товары ввели платную доставку. Светодиодные светильники. Из крайних это вот такие фруктовые светильники за 199 рублей, которые выполнены были качественно. Никаких претензий не было. На Алиэкспрессе тоже что-то подобное нашла. Стоят они вроде бы подешевле. 160 рублей. Но посмотрите на их размеры. Это максимально 15 сантиметров, а так это 12 на 6 сантиметров. И, например, вот такой олень, который раньше я заказывала примерно рублей за 200. Это было года два назад. Теперь он стоит 750 рублей. Пробковая доска для заметок. В комплекте кнопки из пяти штук. Ну, все вы знаете, это недавняя новинка. Продаются они разной формы. Конечно, небольшого формата. Стоит 199 рублей. Неплохую доску для записи я нашла на сайте Икея. Размер у нее большой. 58 на 39 сантиметров. Также в комплекте идут кнопки. Стоит 499 рублей. И также продается доска и на Алиэкспрессе. Размеры 20 на 30 сантиметров. Стоит 435 рублей. А помните, недавно появились в продаже вот такие стеклянные вазы-бутыли? Стали они популярными. И это действительно сейчас трендовая вещь этого лета. Стоит они 199 рублей. Выглядит красиво. На Алиэкспрессе подобная ваза стоит от 350 рублей. Также нашла примерно за 520. И самая дешевая 273 рубля. Но тут все-таки фикс-прайс безговорочно выигрывает. Совершенно свежая новинка. Это вот такие пластиковые контейнеры, которые заявлены производителем. Предназначены для холодильника. Но, конечно же, их можно использовать по-разному. Стоит они 55 рублей в фикс-прайсе. Точно такие же контейнеры. Я нашла на Алиэкспрессе. Вроде бы по цене от 10 рублей. Но вы просто посмотрите на доставку. 299 рублей. И если вы захотите заказать один контейнер, то, естественно, получите по цене 300 рублей. Тут, конечно, лучше заказывать большими объемами. И фикс-прайс, видно, так и делает. Веточки эвкалипта за 99 рублей, которые мы с вами уже обсуждали не в одном видео. Конечно, они по качеству не совсем похожи на натуральные. Но все-таки я считаю выгоднее купить в фикс-прайсе. Потому что на Алиэкспрессе самая дешевая 70 рублей при бесплатной доставке. Но там веточка просто какая-то микроскопическая. И еще один вариант, самый бюджетный, что я смогла найти, это веточка за 112 рублей. Честно говоря, не смогла я найти на сайте Ikea вот такие стеклянные камушки. Я знаю точно, что они там продавались. Пыталась в интернете найти информацию, сколько они стоили раньше. Но мне попалась одна запись, что вроде бы баночка стоила 350 рублей. Но не буду утверждать. При этом я считаю, что вот эти баночки с битым стеклом, которые появились в фикс-прайсе за 77 рублей, это вполне выгодная покупка. Настольное зеркало с подсветкой как раз сейчас поступило в наши магазины. Стоит 199 рублей. И подобного плана зеркало в светофоре можно было купить за 250 рублей. Ну а на Алиэкспресс это зеркало продается в основном от 400 рублей. И при этом, если вы видите цену вот ниже, например, как на этом зеркале за 266 рублей, учтите, что вам за эту цену предлагают маленькое круглое зеркало. Пластиковые боксы с крышкой за 199 рублей. Прекрасно подходят для хранения овощей, для организации пространства. Все мы с вами это знаем. На Алиэкспрессе подобного плана, но не точно такие же контейнеры я нашла. И цена начинается от 350 рублей. Буквально месяц назад в Алиэкспрессе можно было найти вот такого плана искусственные растения за 199 рублей. Причем они были разной формы. Это и фикусы, и монстеры, и какая-то даже конопля. Причем более-менее натурально выглядела монстера, и она мне внешне понравилась. Больше всего искусственных растений, причем в натуральном виде, можно найти на сайте Икея. Но цены там, конечно, кусаются. Например, монстера стоит практически 3000 высотой 19 сантиметров. Искусственные цветы высотой 9 сантиметров 350 рублей. И еще один вариант вот такой пальмочки монстеры высотой 12 сантиметров стоит 500 рублей. Цветки хлопка за 77 рублей. Расхватывали в нашем фикспрессе как горячие пирожки. И я знаю, что в других городах тоже за ними охотились. На Алиэкспрессе я нашла штучные цветочки по цене якобы 24 рубля за одну коробочку хлопков с доставкой в 42 рубля. Также веточки можно купить за 174 рубля. В принципе, точно такая же, как и в фикс-прайсе. И, например, коробочки хлопка на невидимке для создания причесок стоят 33 рубля за штуку с доставкой 52 рубля. Подвесное круглое зеркало за 199 рублей из серии Loft. Мы с вами уже в нескольких видео с вами обсуждали, что это трендовый предмет декора. Используют во многих интерьерах. И такие зеркала сейчас продаются практически везде. Конечно же, на Алиэкспрессе и в Икеа они большего размера и оформлены чуть получше, смотрятся подороже. Например, на Алиэкспрессе продаются зеркала за 290 рублей, за 470 рублей. При этом высокая доставка. А также подобные зеркала можно и найти на сайте Икеа. Круглое стоит 800 рублей. А также комплект зеркал геометрической формы стоит 1300. Но там, конечно, и качество получше. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Какие же итоги хочется подвести? Конечно же, фикс прайс в плане цены выигрывает. Возможно, какие-то товары худшего качества, конечно, если сравнивать это с Икеей. Но тут, как говорится, цена-качество соответствует. Мне кажется, видео получилось интересным. Полезным или нет, это все-таки считать вам. Пишите в комментариях, понравился вам этот формат или нет. Если да, поддерживайте пальчиком вверх. Ну и высказывайте свое собственное мнение. Не стесняйтесь.